На территории Украины, украинской столицы, опять воздушная тревога. В целом, она последний девятый день сегодня идет, не смолкает. То там, то здесь, где же мы их будем называть в стратегической напряженности. Зеленский подтвердил информацию на тему того, что 30% критической инфраструктуры уже уничтожено, осталось 70%. Смотрим. Шахид-136, Шахид-131, а также несколько ударных дронов, таких как Махаджар-6, это относительно дешевые и недорогие дроны по сравнению с тем ущербом, который они могут нанести. Последний месяц Россия била по украинской электросети, особенно по подстанциям, которые служат соединительными узлами между городами. Практически все украинские подстанции были повреждены. Гераченко сегодня опубликовал кадры, обломка нашего беспилотника или иранского беспилотника, Шахид-136 или Герании-2. При этом надо понимать, что Израилю наоборот должно быть выгодно, что Иран поставляет нам беспилотники, значит, что они закончатся быстрее у Ирана, казалось бы, слава богу. Все большие стран хотят наоборот получить в свои руки иранские дроны, которые доказали свою высочайшую эффективность на Украине. За последние семь дней заявки на покупку иранских беспилотников подали 22 страны, сообщил старший советник верховного главнокомандующего вооруженными силами Ирана. На Западе настоящая истерика. Брюссель угрожает Тегерану новыми санкциями, а Госдеп США обещает сорвать поставки иранского оружия России. Утверждает, что союз Москвы и Тегерана – угроза для всего мира. Большой был сюжет про Иран. Несколько слов тогда бы сказал и про Иран. Мы видим, что все большее число стран вовлекается в эту ситуацию. И несмотря на то, что у Ирана, кстати, довольно сложные были всегда отношения к нам, нельзя сказать, что там были цитаты американцев, что мы всегда были партнерами, но еще сложные, сложные достаточно были отношения и в советский период, и в постсоветский период. Но сейчас мы видим, что Иран сделал достаточно серьезный политический выбор. Он попадает под санкции. Европейский Союз эти санкции сейчас, собственно, выносит. 5 декабря, соответственно, наступит время запуска официального 6-8 пакетов санкций. И мы тоже ждем, как это будет происходить. Но то, что Иран останется под санкциями, они еще раз ужесточатся, для нас, будем откровенны, это хорошие новости. На перспективу нам тоже приходится включаться в совместные экономические отношения. У нас достаточно серьезный, амбициозный, заявленный, по крайней мере, план инвестиций, в том числе и в иранский нефтегазовый комплекс. 40 миллиардов. Называются достаточно серьезные цифры, вы правы, более 40 миллиардов долларов. Посмотрим, как все это будет. Но эти миллиарды надо будет все-таки в будущем вкладывать, а эффект, скажем честно, мы получим уже сейчас. Совершенно удивил меня Нетаньяху, который может стать премьером. Там ведь тоже в Израиле политика довольно любопытная. Он заявил, что не стоит поставлять Украине вооружение, потому что это оружие может попасть в руки Ирана. То есть тут тоже, оказывается, логика такая довольно любопытная. Ну, в этом плане действительно, если мы... Ну, логика понятна. Если мы сумеем захватить какую-то технику военную, почему бы нам не передать Ирану, если он нам передал дроны, которые стали дронами Герань-2. Все больше стран хотят, наоборот, получить в свои руки иранские дроны, которые доказали свою высочайшую, как мы видим, эффективность на Украине. За последние 7 дней заявки на приобретение иранских беспилотников подали 22 государства, сообщил старший советник Верховного главнокомандующего вооруженными силами Ирана. На Западе настоящая истерика. Брюссель угрожает Тегерану новыми санкциями. В этом смысле совсем ничего нового. А Госдеп в США обещает сорвать поставки иранского оружия России и утверждает, что союз Москвы и Тегерана – угроза для всего мира. И всякий раз напоминаем, что в Кремле нет никакой информации, указывающей на то, что Москва покупает что-то в Иране. Что касается иранских беспилотников, здесь важно понимать, что они действительно, во-первых, очень дешевы, в сравнении с, разумеется, с другими средствами. Они создают... Иранские беспилотники. Иранские, да. Иранские беспилотники. Вы знаете, меня очень порадовали эмоционально вот эти озабоченные лица западных комментаторов, в которых они комментируют удары российских беспилотников «Камикадзе Герань-2» по критическим объектам инфраструктуры Украины. Вы знаете, это тоже показатель эффективности той стратегии и тактики воздушной стратегической наступательной операции, которую мы осуществляем в эти дни. Ну а что касается чьего производства, эти беспилотники, читайте вот на обломках после поражения целей, там четко видно. По-русски написано. По-русски «Герань-2». Не по-фарси, а по-русски. Следовательно, это вот, да, здесь за Белгород. Гераченко там это озабоченный демонстрирует, украинский. Поэтому это Россия, друзья мои. Нравится вам, не нравится. Мы не видели, например, никаких иранских инструкторов. Ни в Крыму, ни где-либо еще. А все спекуляции на эту тему, в СНН и других средствах массовой информации, это то, что называется информационной операцией, информационная война. Давайте мы Полянского послушаем. Он вчера так и сказал. Ну ведь если написано по-русски, то что получается? Иранцы писали по-русски? Ну нет, конечно же, значит писали русские. Если русские писали, значит русские и произвели. Слышали такой? Цветок, герань. Вот, пожалуйста, какие еще нужны доказательства? Мы наконец-то начали разговаривать и использовать аргументацию их уровня. Ну действительно, по-русски написано, значит русское. Смотрим. Цель наших западных коллег ясна. Они пытаются поразить сразу две цели. Изобретают искусственный предлог для оказания давления на Россию, а в отношении Ирана и России они пытаются отвлечь внимание международного сообщества от своей ущербной вовлеченности в конфликт на Украине. Параллельно Запад в соответствии со своей обычной позорной практикой пытается оказать давление на Иран, выдвигая необоснованные обвинения в нарушении им резолюции 22-31 Совета Безопасности ООН. Я хотел бы подчеркнуть, что беспилотник, используемый российской армией на Украине, произведен в России. Так что все это безосновательное обвинение. Вы можете видеть надпись «Герань». Это название цветка на русском языке, на корпусах этих беспилотников. И я бы не рекомендовал вам недооценивать технологические возможности российской индустрии беспилотных летательных аппаратов. Я могу вам сказать, что мы знаем, что мы делаем, и мы знаем, как это сделать. Так и надо с ними разговаривать. Вот именно на этом уровне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова